Когда мы даже на уровне группы разберемся, подразделения, рабочие группы, мы увидим, что группа все равно существует в некотором межгрупповом контексте, межгрупповые отношения. То есть, если здесь лидер, то здесь специалист по налаживанию отношений между группами и подразделениями. То, что обычно уже выходит за рынки психолога, это специалист по действительно оргконсультированию, по управлению, управленческий консультант, поскольку здесь начинаются процессы обмена информацией между группами. То, что обычно регламентируется должностными инструкциями, положениями, процедурами, технологиями. Ну, то есть, кто у кого подписывает, с кем управленческие технологии, то, что обычно описывается как управленческий консультант. Тот, кто налаживает положение об отделах, регламенты. Вот, поэтому в советское время учили. И на советских предприятиях, ну, в зависимости от уровня обороноспособности, нах, кто говорит, ну, эти управленческие технологии были. Сейчас они утрачены. И, в общем, те, кто могут написать положение об отделе и регламент, мы уже достаточно хорошо ценятся. Ну, что утрачены? Например, ну, та же сфера некоммерческая, там, ну, образование, да? Ну, там полный беспорядок. То есть, могут издать приказ и требовать его исполнения, не ознакомив с ним, не получив подписи. На оборонном предприятии, где я работал, пока я не подпишусь под чем-то, с меня спросить ничего нельзя. Ну, тем более, в отделе научной организации трудоработок. Вот, конечно, это было много бумаги, казалось бы, ненужной. Но принцип был ясен. Если ты прочитал и подписался, ну, после этого с тобой можно многое что делать. Если я не подписывал, что ничего. И это, вот, уровень межгрупповых отношений. Отношений между подразделениями, которые имеют и вполне психологический аспект. Например, стереотипы. Вот, распространенная интересная история взаимодействия бухгалтерии и отдела программирования. Которые там какую-нибудь бухгалтерскую программу улучшают. Каждый из них считает, что они считают это цифры. Вот, то есть, бухгалтеры думают, что они умеют считать. Ну, программисты тоже это думают. Но, втальне, каждый считает других идиотов. То есть, они считают не так. Вот. И их взаимодействие, ну, при наблюдении, весьма забавно выглядит. То есть, программисты что-то пишут, думают, что эти дуры все равно вот что-то не делают. То есть, наружу они все равно на бумажке где-то напишут или ваттай, как он не там войдет. А те считают, что те из себя умных корчат. На самом деле сидят на интернете в формах сайта. Вот. Деньги получают, ничего не делают. Так, как они хотят. Вот. Я только с такого проекта. Вот. Взаимодействие двух этих дружных коллективов. В общем, пока они не встретятся и не поведутся. Думают, что, в общем, они такие дураки, сволочи, как они друг от друга подозревают. Может это долго продолжаться. То есть, это вторая часть. Ну, и уровень организаторов. Сейчас есть уже хорошие решения. Да? Но я думаю, что это каждый раз важно. Нет, сейчас в проектных командах есть специальные люди, которые называются консультантами, которые выполняют роль внуковых. Медиаторов. Хорошо, когда это не удалит. Ну, наконец-то, да. Значит, это понятно. Ну, вот медиатор. Ну, медиатор на уровне уже подразделений. Не отдельных людей медиатор, да? А свести две службы. Или там отдел продаж и бухгалтерии. Продавцам главное продать, пусть даже деньги не переходят. В принципе. Главное, оформить сделку. И получить 0%. А бухгалтерии главное свести как-то к нулю все. Вот. И бухгалтерии лучше бы, чтобы денег вообще не было. Тогда все присвоится к нему быстро. А у продаж несколько другой интерес. Вот. На уровне организации, ну, это вот как раз консультант по организационному развитию. Там, ОДИ, да? ОДИ-консультант. Организационное развитие. Ну, или ОРГ-консультант, да? То есть консультант по организационному развитию. И вы видите, что получается как минимум пять профессий, ну, пять специальностей, которые связаны с организацией. А для того, чтобы развивать организацию, здесь как раз понятно, что нужно как минимум понимать некоторые слова. Например, миссия, организационная культура и видение. Видение, орг, культура, миссия. Да? А почему ДИ? Что такое ДИ? Да. И, соответственно, работать вот с этими понятиями. То есть, если здесь все равно есть стереотипы, да, какие технологии, регламенты, то здесь вот уже вот эти вот видения, орг, культура, миссия. И то есть человек, который, а, хотя бы понимает, о чем идет речь, б, может как-то этим заниматься. И тогда, рассматривая организацию, можно предлагать услуги, ну, на каждом из этих уровней. Все, конечно, равно хорошо. Ну, не хуже, не лучше. Просто каждый делает то, что умеет делать. Ну, решает тем инструментариям, которым может решать. Но! Есть один маленький нюанс, который связан, ну, над чем я думал, когда вот, ну, эта схема такая немецкая, а потом я как-то ее попытался для себя дополнить. Что? Если мы подходим ко всей этой истории как гештальтисты, и все-таки действительно помним гештальтисты, психологию, такое понятие о фигуре и фоне, то если вот это все фигура, то она может существовать только на некотором фоне. Ну, на том, что вроде бы сейчас для нас не важно, но на самом деле без чего мы с этой фигурой работать не можем. Вот как мы работаем с фигурой потребности, да? Мы всегда понимаем, что у человека в этот момент не удовлетворяется. то есть что ему важнее удовлетворять, а что нет, тогда становится понятно соотношение сил. Например, если мы пойдем с ним, занимаемся его видом, ну, как тренер, да, его навыками, там, умениями, и так дальше, и упорно тренируемся, то в какой-то момент осознаем, что имеет смысл этим заниматься, даже если мы просто отбираем компанию, как рекрутеры, больно понять, в какую организацию мы его отбираем. То есть в фоне всегда остается как раз вот это видение, оргкультура и миссия. То есть, если есть индивид, то в фоне остается организация. ну, например, если вы тренируете продавцов для сетевой компании по продаже залежалых продуктов, то в общем тренировать их и честно рассказывать о сроке хранения и все не стоит. Вот. Если опять же вы готовите каких-то маклеров вольнерственной недвижимости, даже если вы их отбираете, то конечно у руководителя и собственника большая проблема. То ли ему ловких провинциалов набирать, то ли топлых москвичей. И он думает, вот кто ему лучше. У ловки-то он быстро научится левые белки делать. А то посидит себе тихоньку и сидит. В общем, тех спокойно все хорошо. То есть порох не изобретет, ну и вороват не станет. потому что и тогда становится, когда все говорят, что нам нужны активные, инициативные, вовсе не факт. Это из того, что хочет это. Вот, вот. Проведение тренинга, то есть тому, чего у меня нечили в свое время в Талине. Сначала нужно разобраться, куда этих людей тренировать, потом тренировать. если у них была цель подготовить эстонских руководителей так, чтобы они могли успевать за русскими. Даже эстонские притормаживали порох, особенно в эмоциональном выражении, они тренировали, чтобы они могли хоть как-то так русскими с русскими скурировать. После этого эти тренинги у финнов пользовались большой популярностью. Эстонцы работали с финной. Вот. Если мы берем уровень межличностных отношений, ну, например, Марья Ивановна находится в конфликте с Петром Степановичем. Оно вроде бы личное дело, но если мы посмотрим, что Петр начальник отдела программного обеспечения Марья Ивановна главный бухгалтер, становится понятно, что вообще-то в фоне есть некоторые групповые отношения. И они не личную неприязнь другу испытывают, а некоторых интересов воплощают. Ну, как минул, Испытывали подсудимые личные неприязни. Не испытывали. А вот по услугу у них есть некоторый контекст. я тогда смотрю в конфликтуру, то тогда если я введу этот мир групповой контекст, то и личностные отношения я смогу решить эффективнее. Понимая, что несмотря на то, что славяне ходят на работу не чтобы работать, а чтобы жить, вовлечать немцев, все-таки есть некоторый нюанс. Объективно выводы противоречиями, например, продажи и производства. Но они всегда будут конфликтовать. Потому что продажи нужно уникальности, подход каждому клиенту, производству, технологичности. вот на уровне группы у меня в этой схеме ничего не получается как только опять же группу поставить. Но если здесь была тема власти, то в фоне появляется целесообразность, цель. Поскольку группа не может существовать без цели. целесообразность, эффективность. Ну, можно сказать, что бывает группа без целей. В бойцовском клубе группа встреч. Одни там с раком яичек, другие еще еще нет. Но у них тоже есть некоторая цель. А группа без цели рано или полно цель находит. Но опять что бойцовский клуб показывает. Что иногда очень удивительно. Если власть на фоне цельсообразности, то если отсутствует цель, то власть не делает? это описано классика о том, что у группы два измерения. То, что внутри происходит, то, что во вненаправлено. То есть, либо группа живет богатой внутренней жизнью, либо эффективно действует. Вот одновременно то и другое невозможно. То есть, можно запустить богатые демизиотические процессы, но никакой эффективности во то есть, тусовка, конечно, классная, но сильно греется, но не едет. Вот. Дальше, если мы идем по этой схеме, между групповые отношения, то есть, отношения между подразделениями, между группами в коллективе, они все равно опираются на некоторые межличностные отношения. То есть, можно прописать, конечно, хорошее положение об отделах, о службах, но если главный бухгалтер считает, что начальник отдела продаж вообще неграмотная там дэдэдэдэдэдэдэдэдэдэн, вот, неуважает в общем ее лично, что все эти положения как-то вдруг начинают перекасываться. Опять же, мы в Германии работаем. Даже, как выясняется, и англичане примерно так же живут. Богатые внутренне жизнью на работе. Деньги они все равно получат, но главное как-то потусоваться. Вот. Женя знакомая клиентка, которая рассказывает к ним. Главный бухгалтер, ну, свой баланс примерно на глазу, ну, 180 тысяч сюда, полмиллиона. Ну, так, чтобы как. Но только не не, чтобы она кого-то припархал. Вот. Ну, и если выходим на уровень организации, и вот эти все замечательные истории, вот это все прописано, все равно в фоне оказывается индивид. Ну, в таком фоне, что очень неслабом фоне, да, поскольку этот индивид, во-первых, или не в первых, ну, например, уборщица. Да? То есть можно прописать корпоративную культуру какую-нибудь магазин, на салонах. если там баба-дуся шла брать перед входящим клиентом со словами хобби тут всякие, в общем, это все накроется как-то сильно. Вот. Не говоря уже о том, что все можно прописать, но если первое лицо обладает некоторым неврозом, ну, не в плане патологии, но особенностью характера, то понятно, организация лучше, он быть не может. Ну, есть положение, но и такое правило, что организация не может обучаться лучше, чем ее первое лицо. Ну, что, люди, конечно, съездят на умные тренинги, приедут, расскажут, как нам управлять, послушают. Пошли, конечно, так или иначе, вот, но будут себя вести так же, как это первое лицо. Что хорошо с бизнесом, что бизнес есть воплощение невроза руководителя. Ну, одни, не считайте, кстати. Да, ну, просто развернутый в материальном плане. Соответственно, работаешь с организацией как с неврозом руководителя. Можно еще в раках бизнес воплощение невроза? Организация есть воплощенный невроз руководитель. Воплощенный невроз руководитель. невроз в плане особенностей контактирования с миром. Как? Ну, например, я был приглашен в компанию, где все меня получали как мне работу. чуть не начиная с уборщицей. генеральный был более тактичен, он был более изощрен, но я не говорю, у вас какая-то не обучающаяся компания, обучающаяся. Интересно происходит финальное у меня оплатительные деньги, и все меня учат как мне работать. А он был действительно таким человеком, который считал, что он все знает, он не ездил на какие тренинги, то есть он не старственный отхуды-то уже довольно молодой человек, но хороший. Вот. Получается, это можно перенести на семью тоже? Ну, что семью? Ну, там не знаю, чей-то не воплощенный на семью? Ну, наверное, да. Идет недавно. что, дети уже месяц, Дети неуспешнее. воплощения, ну, не просто, вот, привели пример, что, как бы, вас наняли, а вас все-то может участвовать. Ну, так-то в семьях, получается, что-то так же может быть. Ну, может быть, у меня на семьях такое получается, что у меня ребенок, кто находит, и учит в семьях. нет. Да? Это без кубышни. То есть, я просто фронализировала, и получается, это для меня как-то... Я учу их, и получается... Наверное, ты его как-то получал, да, недолго, не... ребенок, что-то не знает. Я не знаю, он не учится. Не, ну, я просто так... Я не почищу. Я поняла, что не все тебе хрятят меня учат. Мне плохо это. Не, ну, это некоторая форма отношений, которую снимают, и дальше там, и лучше. Это холодно будет? По-моему, там... Там теплее. Да, там теплее. Я сижу здесь, мне не холодно. Здесь холоднее. Ну, на невроде руководителя. А тогда, допустим, ну, у меня сложилась картинка, сейчас, одна организация, которая конструкция в данный момент, и тогда, вот, у меня не складывалось, почему подчиненные, ну, вот, всегда как стрелочники, ну, друг от друга перекидывают ответственность, и никто ничего делать не хочет. все говорят, давайте, давайте, ну, давайте сделаем. Приняли решение, назначили ответственность, но потом стрелки перекидываются автоматически. И при этом присутствует руководитель. Теперь сложилась картинка, что сам-то руководитель стрелочника изначально. Он всегда говорит, ура, ура, давайте, давайте, а потом перекидывает стрелки на кого-то. А тогда, как при нем, как работать, когда он присутствует? Ну, если организация обращается, как с ним, ну, как с его индивидуальными особенностями, а он здесь рядом. здесь как раз есть такая штучка-то непростая, потому что в этой же организации, да, с первым лицом работал, своего партнера. как только я со старого положения об отделе управления персоналом с регламентами совсем, этот исполнительный директор почитал, говорит, так что, это я должен буду следовать всему? Он говорит, да, ты в первую очередь. Он говорит, не, но я на это не согласен. А мы же как раз под контракт заключения на то, что я создам отдел управления персоналом. Вот я его создал. Вот о нем положение. Вот его регламенты. Что все, что происходит, вот так работает. То есть изначально, говорится, управляющий, да? Ну, с первым лицом, конечно, то есть с него неврозом, то есть ему границы ставят. Поскольку, скажем, меру проделегированных неполномочий я могу простроить других начальников служб. Ну, если первое лицо дает заказы там, не знаю, левым образом или в конце концов принимает решение о принятии на работу исходя из не психологического тестирования и собеседования, а нумерологии и консультации с гадалкой. Ну, в общем, это так можно, тогда это смешно, потому что решающее слово нумеролога. Реалист. Я астролога, но не того, что. Ты что управляешь, да? кто ее эту психологию видел? Нумерология это весь семинар. Поэтому вот сколько мой опыт за пределы неврозы руководителя выйти не удается никогда. даже один из умнейших моих клиентов долголетних где до сих пор лежит на это вдавая книжка, подошли границы, что кто будет его жить. Продолжение следует...